Здравствуйте, дорогие друзья! Сёма, пойдём? На улицу пойдём? Пойдём снимать? Цветочки, да, Сёма? Сёма, пойдём? Ой, как он звал! Время полдвенадцатого, четвёртое августа, чуть июля не сказала, четвёртое августа, воскресенье, выходим. Мы с Сёмочкой вам покажем, как цветут гортензии, ну и вообще все наши цветочки. Но в основном сейчас хочу показать вам гортензии, у них на такой стадии такой цвет красивый, друзья. Я буду так, знаете, ставить местами, вот так вот поставлю и покажу, как они цветут. Треногу сейчас установлю, пока посмотрите. Сёмочка. Это он лёг там на то место. Мы с Наташей вчера бойлер старый, свой. Вот, и нагреватель этот снимали, 80-литровый. Ну и начали промывать. Но в итоге получилось, что мы всё-таки купили новый бойлер. Купили новый бойлер, потому что я посчитал, невыгодно. Ну это там, знаете, так, на всякий случай. Вот здесь мы с ним, с Наташей принесли. Он не тяжёлый. И вот здесь вот мыли. А Сёмка тут нюхает, что-то нюхает. Сёма, не надо лизать, он лижет землю. Фу. Посмотрите, как гортензии цветут. Я такими буду отрывками показывать вам эти гортензии. Потом следующие гортензии покажу. Пока посмотрите. Это я так проверяю. Хватает им воды? Продолжение следует... вы пока посмотрите я пойду сейчас стремяночку принесу может быть вам повернуть вот так вот пока вот так а я пойду стремяночку притащу эту алюминиевую вот такие гортензии у нас это а это стремянка такая легенькая сейчас я переключу на ту сторону поставлю вам хочу поправить занавеску теперь с этой стороны посмотрите посмотрите я немножко прервусь семочка я ягоды 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 кушает смотрите вот эту чернику вот эту черничку да 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 я ее сыщу собирал наташи отвозил в больницу это как садовая черника голубика как она правильно он ведь как кушает я чтоб не спугнуть его начал есть вот каждый год он тоже вот когда бабушка была живая наташина мама моя теща царство небесное как она любила сюда приходить вот и вот это она сверху ест осемка снизу осемочка снизу она сверху у нас было больше еще вот здесь на месте гортензии тоже был второй куст когда-то знаете несколько лет назад ну что-то вот он постарел постарел и пришлось его ликвидировать начал все объел смотрите и жулик ну жулик молодец как пушит сам вот так вот ну пока поставлю здесь посмотрите как я буду поправлять занавеску вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, посмотрите вот эти цветочки пока... Я пока отнесу лестницу... Вот эти вот так вот, посмотрите... Продолжение следует... Продолжение следует... Все... Идем дальше, друзья, посмотрите, какая красота... А сегодня под утро такой туманище был... Не передавали, да, что туман будет очень сильный... Вот эти гортензии как тоже цветут красиво... На Альпийской горке... Ну тут у нас очень большое разнообразие цветов... Каких только нету... Всяких разных... Всяких разных... Вот этот горшочек пришлось сюда поставить... Потому что... Вот эти стали разрастаться... Желтые, эти ромашки... И... Это я передвинул... Все поливаем... Ну тут сейчас поливать не надо... Потому что дождички... Начинают... Периодически... То идут, то не идут... Так что хватает... Влаги хватает здесь... Вот... Вот эти в окно... Сейчас завтракали... Ну как завтракали... Съемочку сейчас кормил... Ну и Наташа сначала дала ему это паштет... Потом все просит... Просит... Что-то просит... Просит... Я ему колбаски дал... Ну... Витаминку дал... Специальные витамины для собак... Хорошие... Вот эти... Посмотрите какие гортензии... Это молоденькие гортензии... Первый раз так цветут... В прошлом году... Или позапрошлым... Ну тоже морозы пощипал... В этом году тоже что-то было... Ну вроде... Здесь не тронул... Вот это в этом году посадили... Но в следующем году будет мощная... Гортензия... Видите какие красавицы... Вот я из-за гортензии только и захотел видео снять... Показать вам... Потому что вот этот момент... Он потом быстренько исчезнет этот момент... И они потом все станут такие красные... Ну и начнут уже знаете как... Засыхать потихоньку... Ну они очень долго цветут друзья... Очень долго... Мне не дадут как говорится... Соврать кто занимается гортензиями... И выращивать тоже... Они долго... Это поздней-поздней осени... Уже эти бутоны все равно будут висеть... И стоять... И уже цвет просто будут менять и все... Ну долго... Они вон уже тоже тут цвет меняют... Ну тут еще и семка дает... Жару иногда скорее всего... Да... Цвета разукрашивает... Ну посмотрите как он ложатся... Это... Вот это вот положил эти гортензии... Ливень... Вон тот мощный ливень... Который сутки... Больше суток шуровал... Вот... Видите как я... Здесь косил и обложил... Хвойным опадом... А потом... Мульчой... Вот этой скошной травой... Вот вокруг... И здесь видите трава не растет... Ну маленькая небольшая есть... Там атакует... Надо будет уже пройтись тоже... Эти дожди не давали... Прополоть... А вот... Да... Вот видно... Видите... Чуть-чуть... Здесь нету... Травы... А тут немножко есть... Ну ничего... Ну вот эта гортензия... Это у нас самая... Самая может... Старая... Гортензия... Та маленькая... Но я вам рассказывал... Может быть кто-то и не слышал... Она... Примерно ровесница... Но наверное вот этой почти ровесница... Чуть-чуть помоложе может быть на год... Кто-то снизу ее подчикал... Подчикал... И все... Остался один кусочек... Не живет... Не умирает... Непонятно... Но вроде цветет... Хотели отсюда перекопать... Оставили... Ладно... Кто-то подкопал ее... Там какие-то норы были большие... Такие... Не знаю кто... Это эти земляные крысы... Или кто там... Что там... Может какой-то там... Жук какой-то или что... Сильно мы не вникали... Так вот... Вот это самая у нас старая гортензия... Сколько мы ее подкармливали... А подкармливаем вон тоже хвойным опадом... И мульчу туда... Под гортензией... Она перегнивает... Сколько поливал... Помню как-то засушливого лета было тоже... Вон видите... Здесь ничего не растет... Потому что мульча все время... Ну либо я кашу... Если Наташа... Кость Наташа... Первоначально сюда кидали... Вот именно вот сюда... Подо все... Везде вот здесь кидали мульчу... Вот эту скошенную траву... Она перегнивает... И работает как удобрение... Никаких не надо... Никакое химическое удобрение не надо... Вот этот ряд весь у нас заложен... Хвойным опадом... И плюс еще мульчой... Малина... Ну... Крыжовник... Уже все... Отошел здесь... Потому что он самый ранний... Сладкий... Малина... Вон... Пчелки работают... Пожалуйста... Все... Тут гул стоит... Видите... Пчелки летают... Гудят... 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 Сейчас малинку достану... О... Угощайтесь... Друзья... Малинкой... Вон сколько пчел... Ну... Еще рано этой малине... Это позднее... Рановато... Некоторые уже краснеют... Но все равно... Да... Сильно положил этот ливень... Тоже все... Все... Руки никак не доходят... Надо будет... Ниточки натянуть... Тут не так уж и много... Но все равно надо натянуть... Наверное вечером с Наташей выйдем сегодня... Вот эту яблоню привязали... Я еще столб... Господи... Трубу... Вот вам подтверждение... Кто смотрит нас постоянно... Видите... Я уже вторую... Две трубы здесь теперь... Две трубы... Привязали... Теперь все... Мощно... Ничего не вянет... Вот подпорочку поставили... Ну... Они... Скоро будем снимать уже их... В этом году что-то очень рано всего... Очень рано... Наверное как минимум на полмесяца... На три недели... Ну... Даже на месяц... Даже чеснок... Он рано как пришлось... Убирать... Выкапывать... Вот такие гортензии... Ну пойду... Уже начал гортензии показывать... Покажу я вам... Там красная смородина у нас... Да... Ну для тех кто может быть не видел... Здесь мы белье сушим... Ну это конечно в основном Наташа... Когда она в больнице лежала... Конечно я... Белье снимал... Развешивал тоже... Один раз было... Ой... Вот как раз... Прищепочку поднял... Надо ее сюда повесить... Пускай здесь висит... Да... Виноград разрастается... Разрастается виноград... Ооо... Это синий такой... Ой... Красивый такой будет... Кисло-сладкий... Кисло-кисло-сладкий... Ну Сёма конечно же... Как же без Сёмки... Хозяин... Там соседская собачка... Там вот через забор... Вот он чует ее... Где-то там рядышком... Яблоки кругом... Сейчас пройдусь и друзья... Посмотрите... Сейчас я треногу вот так вот сделаю... Чтоб мне не мешало... И пошел я... Вот эти гортензии... Но эти гортензии... Как-то пожиже... Наверное им не хватает... Ох... Что это здесь... Наташа срывала... Да... О... Наташа... Мы слышим голос... Наташа... Подожди... Подожди... Мы с тобой поздороваемся... Со зрителями... Здравствуйте... Здравствуйте... Наташечка... Я говорю просто под деревьями... Под деревьями... Да... Тебе привет... И головки сами поменьше почему-то... Да... Все вот это вот... Вот эти деревья... Наверное глушит... А там они сами... Без всяких деревьев... Небо... Земля... Тебе привет... Все передают... Спасибо... Вот на тех видео... Помнишь... Когда мы выкладывали видео... Ну как там... Здоровичка... На поправку... Все равно идет... Да... Нормально? Ну... Нормально... Но... Все равно лечимся... Лечимся... Да... Лечимся... О... А Земка домой уже пошел... Да... Ну ладно... Все... Я пошел дальше... Хотел показать я вам... Вон те гортензии... Ну да... Она сейчас... Ну все равно уже знаете друзья... Она лежала в больнице... Сейчас она таблетки... Ей курс... Курс лечения назначен... 8 августа... Поедем... На компьютер... Живота... Потому что здесь... В Вилгаве... Лимит закончился... Компьютер и живота... Так и не сделали... Компьютер... Понимаете... Полное обследование всего... Ну вот такие вот... Смотрите... Красавицы тоже здесь... Три... Три гортензии возле мельницы... Это на острове... Это мы островом называем... Ну вот тут тоже... Такая красавица... Крапива... Смотрите... Ну это я так... От солнышка... Занавески повесил... И никуда они не делись... Вот даже ураган пережили... Вот такие вот... Пройдусь по кругу... Он игрушку ищет? Вон... Слышите как он разговаривает... Сема... Ловушки тут уже... Начинают набиваться... Ой... Надо поправить... Начинают набиваться... Они туда залазят... И вон плавают... Смотрите сколько там уже их... Не знаю только кто там... Ну какие-то... Какие-то насекомые... Это вот этот сладкий виноград... А тоже потихонечку... Тоже как-то начинает заболевать... По чуть-чуть... Какой-то серенький становится... Я уже устал бороться с этим... Друзья... Вон... Самолетик маленький... Как раз почти над нами... Ну ковер пришлось нам убрать отсюда... Он весь в воде был... Сырой... Прям... Очень даже сырой... О! Лаватера зацвела... Пойду сейчас Лаватеру покажу вам... Надо будет поправить туда... Даша давай поправим... Ты с той стороны... Да... Ты с той стороны зайди... А я... Потому что я держу сейчас... Видишь... Ты с той стороны зайди... Где мне... Вот так вот... Ковер два на три... Вот где Семка... Он там у нас лежал... Вот мы сейчас его... Опять на эту... Наколодец... Вот так вот... Ты... Не-не... Обратно... Вон доску поставь туда... Сзади тебя... Осторожней... Сема... Сема нам помогает... Смотрите... Стоп... Вот так надо... Раз... Два... Три... Оп... И вот так вот... Только не упади Сема... Ай жулик это... Это он нам помогал... Так... Помогал... Вот яблок сколько еще... Всяких разных... Ну посмотрите... Вот пожалуйста... Вот... Видите... Вот... Смотрите что творится... Вот что творится... А куда кидать их? Вот сюда? В красную гнилые... Ну да... Да... Красные гнилые... В красную гнилые... Там хорошие... Там хорошие... Ну... Как Таша говорит... Красные... Красные значит гнилые... Ну гниют... Гниют... Сколько я не боролся... От этой гнили... Ну никак не можем избавиться... Бесполезно... И я бросил... Больше ничего... Не вкладываю... В этом году весной обрабатывал... Мощно обрабатывал... Ну... Без толку... Ничего не помогает... Гниль... Вот присутствует гниль и все... Вот так кружит над нами... Почти что... Здесь гнилых не... Не так много... Ну... Вроде бы не видим этих гнилых... Ну... Это другой сорт... Это поздний... Зимний сорт... Вот... Лук... Видите... Лучок... Недавно садили... Перед потопом... А... Ты Наташа садила перед... Больницей... Да... Лук... Вот... Она перед больницей садила лук... 12 дней лежала в больнице... Да... Вот он... Его залило весь полностью... Тут стояла вода... И вот он пошел... Молоденький лучок будет... Ботва... Посмотрите какая ботва... После тех ливневых потопов... Вот во что превратились... Листья этих огурцов... Вот... После того ливня... Мощного ливня... Сегодня было холодно... Я вставал ночью... 10 градусов было... Ну туман сильный... Правда... Парники... Это все нормально... Парник был закрытый... Эти мы не стали накрывать... Вот... Что творится здесь... Покажу я вам... Ну эти... Нормально вроде себя чувствуют... Огурцы... Ну сегодня Наташа снимала здесь... Ну есть... Огурцов много... Очень много... Здесь нам хватит... Помидоры идут уже потихонечку тоже... Нам хватает на салатик... Нам... Вполне хватает... Друзья... Даже излишки... Хватает нам... Вон... Спеют... Ну много там надо... Ну два помидора на салат... Остальные огурчики... Сильно помидоры не идут... В основном огурцы... Особенно я... Ух... Какой огромный... Ой... Как мы пропустили... Ой какой огромный... Мама дорогая... Смотрите какой огромный... В листьях был закрытый... А только сейчас увидел... Вот снял я его... Все... Ну и дальше висят... Растут он... Кругом завязи... Кругом завязи... Видите... Прям куча этих огурцов... Сгустки... Так же и помидорок... Вот... Нам хватает... Все... Так... Ну этот помидор я пока положу сюда... Ой... Огурец положу сюда... А может туда отнести... Даже не знаю... А... Яблоньку хочу показать вам... Вот это... Сорт ананасовая... Вот как бы уже не пора снимать... Вот на проверку... Видите какое яблоко красивое... И муравей по нему лазит... И вот яблоко... И тарабарбар... Ну ревень... Где как по-разному... Вон там у соседей тоже гортензии видно... Да... Красивое тут у нас место такое... Тихое... Такой тупичок... Ой... Я здесь хожу теперь... Смотрите... Я затронулся... Дотронулся вот коленочкой... И... Мята... Прям вся рука мятой пахнет... Друзья... Как мята... У нас как сорняк мята... Во всех местах... Надо не забыть поснимать эти... Ну сорвать эти яблоки... Чтоб они здесь не сгнили... Ананасовый сорт... Вот... Ухаживаю за ней... Тоже опрыскиваю кое-чем... От муравьев борюсь тоже... Вон ростки есть... Хорошо... Я только где-то третий год у нас... Да... Нет... Второй год наверное... Да... Второй год... Мы позапрошлом году посадили... Да... Огурчики... Нам хватает... Друзья... Вон тоже там растут... Хватает... Здесь чеснок рос у нас... Зелень... Петрушка... Пожалуйста... Лучок... Вон петрушка... Там... Лук другой такой... Как он называется... Щавель... Смотрите... Щавели сколько... Пойду лаватеру покажу вам... Яблок вообще все усыпано... Туда не полезу... Там... Под ними... Под кустами... Сейчас свисают... От этой тяжести яблок... Много... Крыжовника... Крыжовник... И вон там у нас... Вон два куста... Крыжовника... Смородина черная... С той стороны... Так... Здесь смородина... Лаватера... Где наша лаватера... Вот она... Зацвела... В прошлые разы... Вон там у нас забор был... Вот эту яблоню... Видите нам... Ураган что сотворил... Лаватера... Лаватера зацветает... Зацветает... Да... Работа ждет меня... Работа ждет еще там... Ждет работа... Ну... Надо будет собраться... Собраться и начинать... Ну... Потом увидите друзья... Сейчас пока... Открываться... Как говорится... Нет смысла... Ну... В смысле... Как открываться... Когда начну стройку... Увидите друзья... Строительство... Обустройство... Все будем... Все красивее делать... Вот это вот... Ауксис... Видите какой красивый... Так же в окошко смотрю... Это окно смотрю... Смотрим с Наташей... Ой... А утром еще... Солнышко вот так... Отсюда вот светило... Ну... Так начало светить... Как туман ушел... Такие красивые яблоки... Такие красавицы... Посмотрите... Это ауксис... Вот такие вот яблоки... Очень красивые... Смотрите какие красивые... Я говорю... Я вам потихоньку покажу... И цветы... И все... Ну... Пока гнилых не видим... Не видим... Ну... Я говорю... Я несколько раз... Весной и в начале лета... Я обрабатывал... Ну... Вот это... Вот эти ливневые потоки... Все посмывали... Всю защиту посмывали эту... Ну... Дай Бог... Град нас обошел... Ну... Зонтики переломало... Конечно... Вот тут яблоня... Вот здесь у нас была... Белорусская малиная... Вот... Видно... Это как памятник ей... Покормила она нас немножко... Спасибо и на этом... Конечно... Покормила... Ну... Пришлось ее ликвидировать... Потому что я ее не смог поднять... И... Ну... Надрываться не стали мы... Зачем... Не... Решили просто спилить ее... И все... Была бы она вот такая... Еще бы мы подняли... Или как он тот ауксис... На той стороне он показывал... Да... Да... Не спорю... Тогда может быть мы еще... И то навряд ли... Сильно она была повалена... Ну... Вот так вот у нас... Выглядит... Наша терраска... Ну... Для тех кто... Недавно подписался... Вот это наше место... Мы тут отдыхаем... Здесь... Иногда... Обедаем... Иногда шашлыки делаем... В общем... Все... Когда тепло... Хорошо... Это рабочее... Вот это у нас... Запекаем здесь... Все что хотим... Но в основном... Курицу запекаем... Я так с огурцом и хожу... Надо поставить... Это... Нерабочее... Да... Это у нас как кладовка... Здесь... Все что хочешь... Вот такая... Стучик тоже поставили лишний... И Сема... Ну Сема... Ну иди сюда... Ну тебя зрители любят... Ты ждут... Пошли... Давай... Давай... Жулик... Давай... Наташа там... Ну... Пока на больничном... Я говорю... Восьмого... Пройдем... Компьютер... А там будет уже все... Мы уже гастроэнтерологу... Записались... Ну... Риж... Ригу... 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 Профессору... Так что все под контролем... Дай Бог здоровья... Мои Наташеньки... Вам также друзья... Буду пока заканчивать... Здоровичка вам конечно... Не болейте... Не дай Бог заболеть... Пока все под контролем... Дай Бог... Всем здоровья... Еще раз... Счастья... Благополучия... Мира добра... И дружбы между народами... Сейчас иду... 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 Спасибо всем... Кто смотрит нас... За поддержку большую... Лайки ставите... Пишите комментарии... До свидания... До следующих видео обзоров... Ну... Более-менее показали... Наташа пока... До свидания... До свидания...